Жители нескольких многоэтажек боятся за здоровье своих детей. Единственная дорога, которая ведет к школе, детскому саду, больнице и магазинам, опасна для пешеходов. Увернуться от проезжающих автомобилей пешеходам некуда. С одной стороны гаражный кооператив, с другой железный забор. А вот он, по мнению Амичи, установлен незаконно. Дмитрий Ковалев продолжит. Ширина тротуара рядом с этой дорогой не больше 60 сантиметров. Но сейчас его не видно вовсе. Он под толстым слоем снега. Жителям целого микрорайона по улице Пригородная приходится идти по проезжей части. Здесь уже было несколько ДТП. Пешеходы соскальзывали под колеса. Ребята носятся иногда, молодые, разгоняются. Дорога хорошая тут, новая дорога. Они разгоняются и вот уже, пожалуйста, есть варианты сноса этого забора. Ну а если же забор сносят, то уж коляски тут полетят так, что и дети разлетятся в разные стороны. Владельцы квартир в новостройках уверены, единственная проблема – это железный забор, который установили жители соседнего дома. Мы точно так же за забор держимся и выходим туда, чтобы пойти в поликлинику, в магазин. Мы выходим только той дорогой. В аптеку надо идти, значит, мы поднимаемся вверх вот таким вот способом. Забор появился здесь несколько лет назад, после трагического случая. Под колеса машины попал ребенок. Жители дома номер 21 по улице Пригородной оформили земельный участок в собственность и огородили территорию. Председатель ТСЖ рассказывает, все сделали по закону, а вот дорогу построили как раз нелегально. По проекту проезд должен быть в другом месте. Мое предложение сделать это пешеходной зоной, поставить знак «проезд запрещен», а дорогу построить там, где предписано застройщику. Забор установлен легально. Представители ТСЖ несколько раз доказали это в судах. Сейчас вопросы и жильцов старого дома, и новостроек обращены к чиновникам. Одни просят перенести забор на несколько метров и сделать тротуар, другие обязать застройщика микрорайона построить новую дорогу для автомобилистов. Пока споры ведутся в залах суда и кабинетах чиновников, забор останется на месте. Дмитрий Ковалев, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.